Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством художников, их автобиография Мартин Ван Кемерскер. Голландский художник-портретист, был учеником Ян Ван Скороля и перенял итальянский стиль своего учителя. Провел некоторое время в Италии, с 1532 по 1536 год. Он создал множество рисунков для граверов и особенно известен своими изображениями чудес света. Я цитирую переводную Википедию. Родился Химскер 1 июня 1498 года в деревне на севере Голландии. Сын фермера, согласно его биографии, написанной Корнелиусом Ван Мандером, он начал свое художественное образование у художника Корнелиуса Вильямса в Харлеме, но был отозван в Химмерскерк своим отцом для работы на семейной фирме. Однако, поссорившись с своим отцом, снова уехал на этот раз в Дельф, где учился у Яна Лукаша, прежде чем переехать в Харлем, где он стал учеником Ян Вана Скорола, обучаясь живописи в новаторском стиле своего учителя с итальянским влиянием. Прежде чем отправиться в большое турне по Италии в 1532 году, он написал сцену, изображающую святого Луку, который изображает Богородицу для алтаря святого Луки Бавакер. Надпись, включенную в этикетку с изображением, начинается так. Эта картина – воспоминания от ее художника Мартина Химмерскерк. Он посвятил здесь свои труды святому Луке, знак уважения своим коллегам по профессии, покровителям которых является этот святой. Объехал всю Северную и Центральную Италию, остановившись в Риме, где у него были рекомендательные письма к влиятельному голландскому кардиналу Вильгельму Энкер-Вордскому. То, с какой легкостью он овладел мастерством сценографа, свидетельствуя о том, что его выбрали для сотрудничества с Антонио да Сангало, младшим Батиста Франко и Франческо де Росси при переоборудовании ворот Сан-Себастьяна в Риме в Тримуфальную арк в честь Карла V. Находясь в Риме, сделал множество рисунков классической скульптуры и архитектуры, многие из которых сохранились в двух альбомах для зарисовок, которые сейчас хранятся в Берлине. По возвращению в Нидерланды в 1536 году снова поселился в Харлеме, где стал президентом Харлемской гильдии Святого Луки, дважды был женат, обеспечил себе большую прибыльную практику. Изменение его стиля, вызванное его опытом работы в Италии, не вызвало всеобщего восхищения. Написал большие алтарные картины для своего друга мецената искусства позднее католического мученика протестантской реформации Корнелиса Муйса. Муйс вернулся из Франции в Нидерланды в 1538 году и стал приором монастыря Святой Агаты в Дельфе. Работа в Дельфе принесла Химскерку заказ на алтарный образ в Новом Керке для их гильдии Святого Луки. В 1553 он стал викарием Синд Бавакерке, где служил в течение 22 лет. В 1572 году уехал из Харлема в Амстердам, чтобы избежать осады Харлема, которую устроили испанцы. Был одним из первых нидерландских художников, которые делали рисунки специально для воспроизведения коммерческими печатниками. Он использовал технику, включающую перекрестную штриховку и нанесение штриховок, предназначенную для помощи граверу. Химскерк создал эскизы для серии гравюр, изображающих восемь, а не обычные семь чудес древнего мира. Его дополнением к всеобщему списку стал Клизей в Риме, который, в отличие от других, он показал в руинах, каким он был в его время. Сумма зрительным добавлением гигантской статуи Юпитера в центре. Эти эскизы были выгравированы Филиппом Галле и опубликованы в 1572 году. Умер художник 1 октября 1574 года. Вот такие данные из переводной википедии о голландском художнике-портретисте Мартин Ван Кемерскер. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok